Добрый день, дорогие друзья! Дорогие друзья, на библейском портале Экзегет, отвечая на ваши вопросы, которые вы присылаете так или иначе на любимый библейский портал, сегодня предлагаем вам некоторые размышления на очень важную и актуальную тему. То, что эта тема важна и актуальна, я думаю, вы согласитесь, дорогие друзья, тема осуждения. Дорогие друзья, нередко люди говорят, и вы слышали это, а может быть даже кто нас сейчас слушает, и вы сами когда-нибудь произносили такую фразу. Я вот говорю не в качестве осуждения, а в качестве рассуждения. Я просто, я же должен или я должна иметь суждение о каком-то явлении, о каком-то предмете. Я хочу поделиться своим мнением. Почему осуждаю? Может быть, я не осуждаю, я просто делюсь своим мнением. И вот как все-таки верующему человеку, который старается так или иначе жить по Священному Писанию, как нам отличить, где осуждение, где рассуждение? Как нам глубже понять, почему осуждение является большим грехом? А святые отцы церкви однозначно говорят, что ничто так не удаляет от нас благодать Божию и так не оскорбляет Бога, как осуждение ближних. Почему святые отцы церкви так говорят? И вот как все-таки отличить еще одну грань осуждения от обличения? Потому что осуждать – это однозначно грех, а обличать – это в некоторых ситуациях даже является очень важной добродетелью. И приглашаем вас, дорогие друзья, вместе задуматься над этим, я надеюсь, очень важным актуальным вопросом. В первую очередь обратимся к Священному Писанию. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, Спаситель наш говорит, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему? Да, я выну сучок из глаза твоего, но вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Это известное место из Священного Писания. Порой даже люди, так сказать, только лишь как-то по касательным относящиеся к религии, тем не менее вот это место знают и могут процитировать порой наизусть. Давайте задумаемся и постараемся вот хотя бы в первой нашей беседе рассмотреть вопрос, чем отличается от осуждения от рассуждения. Вспомним еще одно место из Священного Писания, где Господь наш Иисус Христос говорит, посылая своих апостолов на проповедь, говорит им такие слова. «Я посылаю вас, как овец посреди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просто как голуби». Обратите внимание, дорогие друзья, Спаситель своим апостолам в первую очередь обращает внимание на мудрость, мудрость змеиную, а затем на голубиную простоту. Простота, как бы искренность, смирение, как бы свойство, как некий символ у таких вот важных добродетелей. Почему же для проповедника христианской веры мудрость змеиную Господь ставит все-таки на первое место? Не случайно говорит, что «будьте мудры, как змеи, а просто как голуби». Многие святые отцы церкви, которые оставили нам свои толкования, свои размышления над этими словами Спасителя, говорят, что Господь привел пример наглядный из окружающего мира. Змея, в первую очередь, когда ей грозит опасность, она старается сохранить голову, то есть сохранить самое главное. Змея прячет голову от удара. И то же самое проповедник христианской веры, апостол и, в общем-то, если в широком смысле слова, любой христианин должен обращать внимание на главное, в первую очередь главное хранить. А что же главное? И тут мы уже находим в священном предании церкви интересный и очень глубокий ответ на это. Однажды к преподобному Аве Антонию Великому, это великий был подвижник, основатель отшенического образа жизни, монашеского, в Древнем Египте, и уже когда он стал уже великим Авой, часто приходили к нему его ученики, а, собственно, ученики преподобного Аве Антония сами уже были достаточно великими, достигшими христианского совершенства мужами. И вот они общались на тему священного писания, о тонкостях духовной брани. И вот этот случай известен и из Древнего Патерика, и из Алфавитного Патерика, и из других источников. Известен из «Жития преподобного Авы Антония», который написал святитель Афанасий Великий, один из его ближайших учеников. И вот трое пришло учеников преподобного Аву Антонию, и преподобный Антоний спрашивал их, какая самая важная добродетель. И из этих троих учеников один говорил, что самая главная добродетель – это молитва, другой говорит, что это пост. Присутствующие другие братья тоже называли самые разные виды телесного воздержания, допустим, лежания на голой земле, то есть полный аскетизм, полное, так сказать, пренебрежение всеми потребностями тела ради любви ко Христу. И преподобный Антоний Великий, отвечая каждому из них, говорит, и молитва – очень важная добродетель, и пост из основания добродетелей, и воздержание, и бдение, и так далее. Но самое главное добродетель – это рассудительность, потому что рассудительность является солью всех добродетелей. Без рассудительности ты можешь поститься и повредить своему, в первую очередь, душевному состоянию, не говоря уже про телесное. Если без рассуждения и без руководства опытного, скажем так, наставника, то можешь даже молиться, и молиться неправильно, и впасть в прелесть. И многие другие добрые дела без рассуждения делать можно даже повредить своей души и душу свою погубить. Поэтому преподобный Авантоний назвал рассудительность даром Духа Святого и самой главной добродетелью. И вот смотрите, дорогие друзья, не случайно в сегодняшней беседе об осуждении и рассуждении хотелось акцентировать ваше внимание на этом, потому что именно с рассуждением надо подойти, как определить мне, скажем так, любому простому человеку, христианину или христианке, как понять, вот я произношу какое-то суждение, я делаю какой-то вывод, я спешу здесь или там высказаться, правильно ли я поступаю, не согрешу ли я против заповеди Божьей, которая ясно и недвусмысленно звучит, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Давайте вспомним несколько ярких примеров из Священного Писания Ветхого Завета. В первую очередь из книги «Бытия», где описывается как праведный Ной, который вместе со своей супругой и с тремя сыновьями, которых звали Сим, Хам и Афет, по повелению Божию Ной строил ковчег, строил его, так сказать, на около 120 лет строил ковчег, потому что ему было открыто, что будет потоп и погубит все население земли, которое было нечестивым. Ной строил 120 лет ковчег, все смеялись над ним, считали его даже сумасшедшим. И вот когда Ной вошел в ковчег, и когда пришли воды потопа и погубили всех живущих на земле, после того, когда вода сошла, ковчег сел на горах Араратских, Ной со своими сыновьями вышел. Новая земля, очищенная от беззаконий. Единственная семья, которая стала в данном случае родоначальниками уже нового человечества. Не зная о свойствах виноградного сока, праведный Ной однажды упился и в своем шатре лежал. И это, собственно, как бы естественно для человека, который в состоянии сна немножечко не контролирует себя, обнажился. Один из его сыновей, Хам, увидел наготу отца и посмеялся над ней. И не только посмеялся, он с таким пренебрежением, он осудил отца в первую очередь, посмеялся над его немощью. Он пошел и рассказал двум своим братьям, вот пойдите, войдите в шатер, посмотрите, что с нашим отцом. Благоразумные сыновья Сим и Иофет поступили по-другому. Они подняли одежду свою, закрыли лица свои и, войдя, как мы знаем из Священописания, войдя спиной в шатер, накрыли своими одеждами наготу отца и не взглянули туда. Когда Ной пробудился, все мои дорогие друзья, я вот своими словами воспроизвожу то, что написано в книге Бытия. Все вы, кто Священописание читали, вы знаете об этой ситуации. Почему? Акцентирую ваше внимание на этом. Хам посмеялся над наготой отца, а его благоразумные братья покрыли немощь отца и не осудили его, и получили благословение. Когда Ной пробудился и узнал о поступке Хама, Хама он не мог проклясть. Почему? Потому что Хам уже имел благословение Божие, как и, собственно, вся семья Ноя, потому что они стали родоначальниками нового послепотопного человечества. Но сыну Хама, Ханаану, Ной произнес вот такое проклятие в наказании и сказал, что, пророчески произнес, что все потомки Хама будут рабами у потомков Сима и Иофета. Вот смотрите, дорогие друзья, как благоразумно поступили сыновья Ноя, Сим и Иофет. Из другой книги Священного Писания, из первой книги Царств, мы находим тоже удивительный пример, и сейчас вы поймете, почему я его вам привожу. У первосвященника Илья, который был служителем Скинии, было двое сыновей, Офни и Финиест. Из первой книги Царств и второй главы мы знаем, что сыновья Илья были люди негодные, ибо они знали Господа и долга священников по отношению к народу. Когда кто-то приносил жертву в Скинию собрание, то они очень дерзко опускали свою вилку в котел и брали из этой жертвы что-то самое лучшее себе и делали это на глазах у народа. То есть они вместо того, чтобы приносить жертву Богу, то есть соблюдать все правила согласно закону Моисеева, они, так сказать, очень так неблагоговейно и неправильно вели себя. И более того, они даже совершали блуд с приходящими женщинами. Илья, отец этих двух нечестивых сыновей, знал об их поступках, но недостаточно их обличал. И вот пришел один человек Божий к Илью и сказал ему такие слова. «Так говорит Господь, не открылся ли я дому Отца Твою, когда вы еще были в Египте в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых?» И далее очень, так сказать, пространные, такие очень возвышенные слова. И говорит, что за то, что сыновья твои так поступают в доме Господнем, Офни и Финивес, оба они умрут в один день, и поставлю себе священника верного, и он будет поступать по сердцу моему, по душе моей, и дом его сделает твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во вся дни. И действительно, из дальнейшего повествования первой книги царств мы видим, что пришли филистимляне, это такой очень воинственный, полукочевой народ, который жил в окрестностях землеобетованной, и в течение, вот весь Ветхий Завет, если мы читаем, многократно своими набегами наносил урон народу Израилеву, и иной раз даже ковчег Завета они уносили и вставили в капище догона своего, так сказать, ложного бога. И вот обратите внимание на такой нюанс. «Когда однажды филистимляне напали, они не только убили множество израильтян, они убили двух сыновей Илья, Офни и Финиеса, и ковчег Завета похитили и отнесли в свое капище». Смотрите, сыновья Ноя, Сим и Хам покрыли немощь отца и за это получили благословение. Первосвященник Ильи напротив покрывал поступки своих нечестивых сыновей и за это был наказан Богом. Внешне, если посмотреть, вот так вот, если смотреть очень поверхностно, вроде бы поступок одинаковый, и может быть даже кто-то из нас может, читая, в каком-то смысле понять Первосвященник Илья, ну что он мог сделать со своими сыновьями. Ну он проявлял к ним милосердие, снисхождение и так далее. Но смотрите, как неугодно в очах Божиих, когда покрываешь не немощь ближнего, а покрываешь явные недостойные поступки, в данном случае неблагоговение, презрение к святыне. Если в первом случае сыновья Ноя, Сим и Афет получили благословение за то, что немощь отца покрыли, то во втором случае и сам Первосвященник Ильи был наказан Богом, и его сыновья. О чем это говорит, дорогие друзья? О том, что есть ситуации, когда надо действовать решительно и словом, и иногда даже делом, чтобы пресекать какое-то беззаконие. И пресекая беззаконие, ты действуешь не по осуждению, ты не нарушаешь заповедь Божию, не судите, да несудимы будете. А есть ситуации, когда надо уметь видеть, почувствовать, что здесь мы сталкиваемся с немощью ближнего, и немощь ближнего надо покрыть. Не осуждать человека и покрыть своей любовью немощь ближнего. Давайте вспомним события из новозаветной истории, как Господь наш Иисус Христос входит в дом Закхея. Евангелие от Луки, 19 глава. Все, кто читает Священное Писание регулярно, вы, наверное, помните это место. 19 глава Евангелия от Луки. Кто был Закхей? Он был начальником мытарей. Мытарей – это были люди, которые собирали подать из народа Израилева для римлян, фактически для завоевателей, для оккупантов. Совершенно очевидно и понятно, что народ не любил мытарей и боялся их. А тут представьте себе начальник мытарей. Всеобщая ненависть, всеобщее презрение и страх у народа войти в его дом считалось осквернением для правоверного иудея. И вот Господь входит в его дом. Входит в дом Закхея. Закхей тут же предлагает ему угощение, но Господь входит в его дом не для того, чтобы его обличить, не для того, чтобы зайти и сказать, «Ах, ты такой сякой беззаконник, как ты издеваешься над народом, как ты обираешь всех до последней ниточки». Господь зашел не для того, чтобы его обличить, хотя, будучи сердцеведцем, Спаситель знал прекрасно, лучше любого из живших тогда в Капернауме, кто такой был Закхей. И вот все в сердце Закхея перевернулось от того, что Господь не возглушался войти в его дом, не обличил его, прекрасно зная, кто он. И Закхей встает и произносит вот эти слова, «Господи, половину имения моего я раздам нищим, а если кого чем обидел в этом городе, воздам вчетверо». Говоря современным языком, компенсирую вчетверо всем, кого обидел в этом доме. И Спаситель произносит очень важные слова, чем заканчивается вот это евангельское зачало, которое читается в неделю от Закхеи, что «отныне спасение дому сему бысть, потому что и ты сын Авраама». Вот смотрите, здесь Господь показывает, например, как Он покрыл немощи, немощи, недостатки и даже явные грехи человека и как это привело к его внутреннему изменению, к покаянию. И это делает Сам Господь, Который дал нам заповедь, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, так и вы будете судимы». Давайте вспомним еще одно очень важное в контексте нашей сегодняшней беседы, в контексте размышления из Евангелия от Иоанна, из восьмой главы. Спаситель в окружении своих учеников идет тихая беседа и пишет перстом на песке. Мирная, такая благодатная атмосфера. И вдруг смятение, шум, идет шумная процессия, приближается к Спасителю, который сидит в окружении своих учеников и народа, который слушал. Ведут женщину, которую взяли в прелюбодеянии, взяли ее, ну скажем так, на месте преступления. Книжники и фарисеи торжественно, так сказать, ведут эту женщину. Их цель совершенно понятна, их мотивы были понятны, наверное, даже всем людям, которые находились тогда вокруг Спасителя, тем более сам сердцеведец Иисус Христос, Спаситель мира, прекрасно знал, что они хотят. Они хотят его искушать. Они прекрасно знают, как надо поступать с этой женщиной согласно буквы закона Моисеева. Но вот они подходит и говорят, учитель, вот эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей повелел побивать таких камнями, а ты что нам скажешь? Предполагается два варианта ответа. И, собственно, для желающих Господа искушать, любой из этих вариантов для них был бы благоприятен. Если он скажет, да, побейте ее камнями, они тут же ее побили бы камнями прямо возле него и вот ушли, оставив ее окровавленное тело вот в эту, на самом деле, мирную и такую благодатную атмосферу, привнесли бы свое, свое вот этот, ну, как они считали бы, праведный суд. Если бы Спаситель сказал, нет, не надо, ну, простите ее, отпустите, его можно тут же обвинить в совершенно явном, демонстративном нарушении буквы Моисеева закона. И смотрите, как здесь мудро поступает Спаситель наш. Он прекрасно знает, что эта женщина согрешила. Более того, немножко, немножко, некоторые отступления, некоторые святые отцы церкви обращают внимание, что ее взяли на месте преступления, однако же не взяли и не предоставили того, с кем она согрешала. И вполне возможно, что среди стоящих здесь людей, может быть, даже кто-то из фарисеев, потому что они те еще были развратники, может быть, даже стоял тот, кто с ней согрешал, и тоже стоял и ждал суда над ней. Почему же не предоставили обоих нарушителей закона Моисеева, только ее? Ну, это так, небольшое отступление от темы. И Спаситель, как мудро, поступает в этой ситуации. Он покрывает своей любовью явный грех, явный грех этой женщины и дает очень назидательный урок не только находившихся там религиозным вождям и всему народу, а и всем нам. Говорит, кто из вас без греха первый брось в нее камень? И, наклонившись, продолжал писать на песке. Водвалилось молчание, такая пауза, насколько она была продолжительной, мы не знаем, но можно предположить, что такая очень неловкая пауза для пришедших с этой, так демонстративно приведших эту женщину для расправы. И вот они один за другим, начиная с самых главных, наверняка самых, самых, ну и тех, у кого еще совесть более-менее говорила и которые вспомнили свои грехи, все покинули это место. Женщина осталась одна, и Господь спрашивает в нее, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она говорит, «Никто, Господи, и я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Вот смотрите, как мудро поступает Господь. Вот немножко ранее мы с вами увидели, что сребролюбца, у которого, можно сказать, полокоть, руки были, так сказать, в крови и в слезах тех людей, которых он оббирал, закея мытаря, Господь покрыл его немощь и дал ему возможность покаяться и свои плоды покаяния принести, потому что из священного предания мы знаем, что Захий действительно так поступил. Он раздал половину своего имения нуждающимся и впоследствии он уже жил правильно. А здесь Господь покрывает грех женщины и говорит ей, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». То есть впредь уже не живи так, не губи себя развратом. Смотрите, какие удивительные примеры. И в то же время в Священном Писании в Евангелии мы находим упоминание о том, как дважды Господь наш Иисус Христос, входя в Иерусалимский храм и видя беззаконие, творящиеся в храме, то, что там были овцы, валы, приведенные туда для того, чтобы, может быть, с таких прагматичной точки зрения облегчить совершение ритуала. Вместо того, чтобы куда-то идти далеко, приобретать вала или овцу для жертвоприлошения или птиц, то есть голубей и так далее. Все это здесь рядом в храме, все удобно, стоят миновщики, сидят миновщики, тут же тебе меняется, так сказать, как бы обменный пункт, как бы мы современным языком сказали. Все сделано для блага человека, все сделано удобнее. Хочешь служить Богу, вот, пожалуйста, тебе, как правоверному, все условия предоставлены, чтобы ты удобнее служил Богу, так как ты это понимаешь. Заходит Спаситель, видит все вот это. Почему же здесь Господь наш Иисус Христос не покрыл все любовью, так как поступил с женщиной, которую мы только что упоминали, или с Закеем и Тарем, сделал бич из веревья, мы читаем по церковной словам, сделал бич из веревок и выгнал всех оттуда, выгнал волов, овец, этих людей, которые их сопровождали, опрокинул столы миновщиков, а тем, которые держали голубей, ну, в двух словах напомним, голуби, это была жертва для самых неимущих, для самых бедных людей, поэтому Господь просто говорит им, уберите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли, и обратите внимание, там было множество людей, книжники, фарисеи, охрана, так сказать, ветхозаветного храма, кустодия, так называемая, да, то есть люди, так или иначе, подготовленные, никто не смеет ему воспрепятствовать, он действует, пылая ревностью о славе Божией, действует, как власть имеющий, он здесь пресекает беззаконие, и в то же время, в то же время, это тоже очень важный нюанс, Господь не сказал тем, кто там находился, что вот за ваш грех вы не будете иметь прощение ни в этом веке, ни в будущем, то есть Господь пресекает беззаконие, Он здесь обличает беззаконие, и в то же время шанс на покаяние у них остается, будет, возьмите это отсюда, и не превращайте дом отца моего в дом торговли, вот смотрите, дорогие друзья, пример Господа нашего Иисуса Христа вновь со всей очевидностью показывает нам, что надо учиться, замечать, есть ситуации, когда мы должны, не осуждая, покрыть своей любовью немощи ближнего, а есть ситуации, когда надо действовать открыто и действовать активно, действовать в тех ситуациях, когда надо защитить святыню, защитить честь ближнего, вообще, когда что касается ближнего, в первую очередь, священных предметов Святой Церкви и чести ближнего, тут надо уже действовать активно, пресекая зло, вот эта толстовская идеология непротивления злу ничего общего не имеет с христианством, ничего общего не имеет с Евангелием, а есть ситуации, когда надо покрыть своей любовью немощи ближнего, как это правильно понимать и как нам в той или иной ситуации поступать, об этом поговорим во время нашей следующей беседы. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok